Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в Культурном сельском центре Дубрава. У вас еще есть одна минута для того, чтобы выключить свои гаджеты. Что-то вас много сегодня. Нет, это я просто хочу понять, в чем причина. Да, Битлз или… Битлз, да? Ну вот, Битлз. А интересно, а если будет не Битлз, если будет на Баха, да? То есть мы посмотрим, кто популярней, Баха или Битлз. А я думал, может, это причина в погоде. Как сегодня написала Ирина Акентьева, над Сергием Посадом целый день лондонский туман. И Инна Акентьева молодец, она очень наблюдательный человек. Причину только она не знает, почему лондонский туман. Причина в том, что последние два или три дня Дубрава, ну, в первую очередь, лица Олега Устинова, активно занимается темой туманного Альбиона, пытаясь вникнуть, что же это за такое официальное явление Битлз. Я в меньшей степени этим занимался последние три дня. Я сегодня этим занимался с 12. Вот, ну, в общем, это очень хорошо, что вас так много. Я вас хочу расстроить тем, что сегодня будет очень длинный вечер. Так получилось. Приехал Ившин, опять все испортил. Я хотел так коротенько минут на 40 сыграть концерт, а он что-то там опять. Но это ладно, это во втором отделении. Так что вы набираетесь терпения, смотрите, сколько у вас денег в кошельках, ну, чтобы их потратить в буфете, в антракте. Вот, заказывайте такси там за 9 часов. Потому что раз Битлз, раз так много, то надо все это правильным образом прочувствовать. Итак, собственно, я закончил. Все остальное скажу потом. Я приглашаю на сцену под ваши бурные аплодисменты Олега Александровича Устинова, который, слушайте, он звезда. Может, все-таки дело не в Битлзе в Устинове или в его костюме, или в его галстуке. Но, тем не менее, мы начинаем нашу программу. Спасибо. Восьмое декабря восьмидесятого года, Нью-Йорк. У Дакота Хаус, старинного, похожего на готический замок здания, на углу 72-й улицы и Центрального парка, собралась по обыкновению внушительная толпа, ожидавшая выхода Джона Леннона, уже восемь лет жившего здесь вместе с женой Йоко Оно и пятилетним сыном Шоном. Вполне естественно, что никто не заметил среди них опрятного молодого человека, который так же трепетно вглядывался в широкую арку Дакоты с массивными чугунными воротами. Поклонники стояли уже несколько часов, но ничего не происходило. Только около пяти вечера во дворе дома показались две фигуры, и кто-то громко воскликнул. «Идут! Идут! Джон! Джон! Пожалуйста, автограф!» восторженно подхватили другие. Леннон подписывал все протянутые к нему бумажки и фотографии. Общение с поклонниками он считал одной из самых приятных своих обязанностей. И обратил внимание на молодого парня, который нерешительно протягивал ему только что выпущенную пластинку. Двойная фантазия. Леннон с мягкой улыбкой принял пластинку из его рук, расписался, поставив число, и спросил, «Это все, что ты хотел?» «Да», — ответил счастливый фанат. «Спасибо». Затем, тепло простившись со всеми, Джон и Йоко сели в машину и отправились в студию звукозаписи, чтобы работать над новой композицией. Это был самый обычный их день. И люди возле Дакота Хаус тоже медленно разошлись по своим делам. Ждать возвращения своего кумира остался только парень с пластинкой в руках. Все последующие события будут установлены полицией с точностью до минуты. В половине одиннадцатого Джон Леннон и Йоко Оно приехали из студии домой, отменив посещение ресторана, чтобы успеть пожелать Шону спокойной ночи. Они могли заехать в лимузине, прямо в охраняемый двор Дакоты, но решили прогуляться и подышать свежим воздухом. Джон шел немного позади жены, неся кассеты с записями, и приветливо кивнул самому преданному своему фанату, который переминался с ноги на ноги у ворот и вдруг крикнул. «Мистер Леннон!» Джон обернулся. В этот момент над головой у него просвистела пуля и раздался звон битого стекла. Через секунду Джон получил две пули в плечо и две в спину, но, устояв на ногах, добрался до проходной. Не успевший понять, что случилось, но увидевший мужа окровавленным, Йокоона закричала от ужаса. Прибывшие на экстренный вызов полицейские, не дожидаясь скорой, положили Джона на заднее сиденье машины и помчались в ближайший госпиталь, но врачи ничем помочь не смогли. Леннон скончался от потери крови в 23 часа 7 минут. Его жена, находившаяся в полуобморочном состоянии, попросила еще какое-то время не сообщать ничего средством массовой информации, чтобы маленький Шон, смотревший детскую передачу, не узнал о гибели отца по телевизору. Но вскрыть трагедию в Дакоте было невозможно. Мировой радиоэфир на секунду замер и взорвался сенсационной новостью. Убит Джон Леннон. Всемирно известный британский рок-музыкант, основатель и участник ансамбля «Битлз» «Апостол любви». Спустя неделю после убийства в Центральном парке Нью-Йорка в минуте молчания приняли участие более ста тысяч человек. Это горе разделяли с ними миллионы людей в Лондоне, Вене, Токио, где состоялись митинги под лозунгом «Дайте миру шанс!» «Дайте миру шанс!» покончить с безумством гонки вооружения в память о Джонни Ленноне. Трагедия в Дакоте широко обсуждалась. Выдвигались разные версии, в том числе спецоперации ФБР. Помимо музыки, певец был известен своими политическими взглядами, неоднократно устраивал акции протеста против войны во Вьетнаме, защищал права бедняков и индейцев, выступал на демонстрациях. Представь, не будет власти, идея из идей, ни жадных, ни голодных, лишь братство всех людей. Представь себе, все люди на всей земле равны. Ты скажешь, я мечтатель? Не я один такой. Надеюсь, день наступит, ты с нами встанешь в строй. Правительство долго отказывалось выдать ему американский паспорт, но это только лишний раз доказывало, что идеи Леннона необычайно притягательны. И не будучи политическим деятелем, он обладает таким влиянием на общество, с которым приходится считаться даже Белому Дому. Стрелявший в Леннона, Марк Чепмен, безработный из Гонолулу, был задержан на месте преступления. На суде он заявил, что на убийство его толкнули голоса сверху, из чего был сделан вывод о его психической невменяемости. Но вопросы о том, как ему удалось раздобыть экспансивные пули, которые при попадании в тело увеличиваются в диаметре и наносят смертельные раны, остались без ответа. Журналисты спрашивали Йокоона, как она рассказала о трагедии Шону. Мальчик выслушал маму и, заплакав, сказал, «Значит, теперь Дэдди, папочка, часть Бога. Я догадываюсь, что когда умираешь, становишься больше, потому что ты часть всего». И в этих словах Шона эхом звучало то, что говорил ему о самом главном – отец. Мало кто знает, что вся история Джона Леннона была описана и предсказана в повести американского писателя Ричарда Баха «Иллюзии», в которой рассказывалось о летчике, встретившего однажды такого же простого летчика, как и он. Летчика звали Дональд Шимода, и он был настоящий мессия, который принялся ему объяснять, что человек может легко творить чудеса. Все люди от природы – волшебники, проблема лишь в том, кем ты себя осознаешь и хочешь ли на самом деле сотворить свой собственный мир на началах истины, красоты и любви. По мере чтения книги образ Дональда Шимоды все больше сливается с образом Джона Леннона, делая их в сопоставлении одним и тем же лицом – мессией, который на самом деле мессией быть не хотел. 6 июля 57-го года, Ливерпуль. Первое отделение благотворительного концерта школьного ансамбля «Коуримен» в саду церкви Святого Петра подошло к концу. «Ты должен обязательно с ним познакомиться», сказал Джону один из его приятелей, уверенный в том, что нашел отличного гитариста для группы. Пол здорово играет, хотя он левша, подсмотрел где-то, как переставить струны и выучился, ноты подбирает на слух. Лидер Коуримен, сдвинув брови, воззрился на немного смутившегося парня, который был на пару лет его младше, но действительно подходил по всем статьям. Джон и Пол подружились. И почти сразу начали сочинять песни, подписываясь общим именем Леннон Маккарди. Правда, теперь Пол куда чаще стал пропускать занятия в школе, чему его отец не обрадовался. Пол прилежно учился и вообще был спокойным и тихим мальчиком, чего нельзя было сказать о Джоне. Джон пользовался славой самоуверенного и дерзкого тедди-боя стиляги, не только носившего черную кожаную куртку, узкие джинсы и ковбойские сапоги, но и смело заявлявшего о своем независимом взгляде на мир. Когда учительница спросила его, кем он хочет стать, когда вырастет, Джон ответил, «Я хочу быть счастливым». «Ты не понял задание?» объяснила учительница. «А вы не поняли жизнь», хмыкнул Джон. Портовый город Ливерпуль был в те годы почти что музыкальная Эльдорадо. Моряки привозили из Америки пластинки с заводными песенками в стиле рок-н-ролл. Ничего удивительного, что Джон, как и многие подростки, организовал свой школьный ансамбль. Удивляться надо было другому. Его Кооримен выбился в число лучших. А с приходом Маккартни энергия у ребят и вовсе стала перехлестывать через край. Внимать сомнениям отца по поводу Джона пол не собирался, рассмотрев в нем умного и доброго парня, который на самом деле всеми своими хулиганскими выходками сознательно разбивал царившие вокруг подлость, глупость и лицемерие. Джон обожал интеллектуальные парадоксы. Его любимой книгой была Алиса в стране чудес. Разбирался в английской и немецкой поэзии, хорошо рисовал. Но кроме этого, ребята сблизило раннее знакомство со смертью. Отец Джона пропал без вести на войне. Мама не в силах одна растить сына, отдала его сестре на воспитание, а потом погибла под колесами автомобиля. Ее сбил пьяный полицейский. Мама Пола умерла от рака, и папа принял на себя все домашние обязанности. В рабочих кварталах, где у жителей были порой очень тяжелые судьбы, а драки и поножовщина считались обычным делом, музыка была непраздным занятием. Она была стремлением к свету, к другой, чистой, радостной жизни. Джон почувствовал это и увлек за собой в таинственное волшебное путешествие сначала всю школу, а потом и весь Ливерпуль. Пол привел третьего гитариста Джорджа Харрисона, а Джордж привел барабанщика Ринго Стара. Великолепная четверка быстро оформилась как новая группа, которой было необходимо необычное и легко запоминающееся название. Перебрав среди вариантов Джонни и Лунные Псы, Серебряные Жуки, Радуги, Пиратские Флаги, выбрали Серебряные Жуки, но еще немного подумав, отбросили Серебряные слишком романтично и решили остаться просто жуками Битлз. Выступали много, правда, за самую скудную плату, на танцевальных вечерах, в пабах, в маленьких клубах, а порой и в весьма сомнительных заведениях. Выезжали даже на заграничные гастроли в Гамбург, но отъявленными рокерами, которые без церемоний разговаривают со зрителями, жуют жвачку и курят на сцене, пробыли недолго. На их концерты стала приходить молодежь из художественных училищ, которая заметила в Битлз что-то необычное. И кто-то из поклонников зашел в магазин Брайана Эпстайна, спросив пластинку новой группы. Эпстайн, гордившийся тем, что в его магазине есть все, смущенно выговорил, к сожалению, такой пластинки нет. И немедленно отправился посмотреть, что же представляют собой ставшие притцей во языцах жуки. Именно он, Брайан Эпстайн, один из самых утонченных образованных и элегантных молодых людей Ливерпуля стал менеджером группы и придумал ей безупречный сценический имидж стилизованные строгие костюмы под джентльменов. Научил правильно подавать свою музыку, работать с журналистами и строго соблюдать профессиональную дисциплину. Каждое утро он говорил с порога «Эй, ребята, надо делать пластинку». «Ребята, надо ехать в турне! Ребята, пора снимать фильм!» Трансляцию выступления Битлз в лондонском театре Палладиум наблюдало 15 миллионов телезрителей, а после концерта к машине музыканты с трудом добрались под охраной. Через год последовал грандиозный успех во время турне по США. Битломания шагнула через океан. Везде наблюдалась одна и та же картина. За несколько часов до концерта расставляются усиленные наряды полиции. Водометы стоят на готове. Девушки нистовствуют, плачут, теряют сознание, вопят, кидают на сцену бумажные шарики со своими адресами, туфли, кукол, плюшевых мишек. Им удается перекричать даже гудение усилительной установки мощностью 800 ватт. В апреле 64-го в течение недели Битлз занимает 12 мест в официальном хит-параде США, в том числе все первые пять строк. Рекорд, который не побит и сегодня. В 65-м году королева Елизавета II награждает Ливерпульскую четверку орденом Британской империи за популяризацию английской культуры. Из писем поклонников. Дорогой Джордж, я приду смотреть на вас на стадион Форест-Хилл. Ты меня узнаешь. Я надену желтое платье и встану в первом ряду. В руках буду держать надпись «Я та самая». Дорогие Битлз, мне 16 лет и я не могу найти себе девушку. Не могли бы вы выслать мне адрес девушки, которая вам не нужна? Огонь, вода и медные трубы. Однако Битлз блестяще держит удар, воспринимая всю шумиху вокруг себя с неиссякаемым чувством юмора. Интервью в аэропорту. Не споете ли вы нам что-нибудь? Сначала деньги на бочку. Говорят, у вас не американские прически. Очень наблюдательно. Это потому, что мы не американцы. Еще вопрос о внешности. чем вы можете оправдать тот факт, что ваши волосы доходят до воротника? Вероятно, тем, что они растут у нас из головы. Вас не волнует тот факт, что вы не слышите то, что поете во время концертов? Нет, у нас есть наши пластинки дома. В Детройте началась кампания по искоренению движения Битлз. Что вы предпримете? Мы начнем кампанию по искоренению Детройта. Что вы думаете о Битховене? Любим, особенно его поэзию. В чем причина вашей неожиданной популярности? Может быть, это погода? Остроумнее, находчивее всех в общении с журналистами Джон. Вам не вскружили голову популярность и внимание поклонниц? Когда я чувствую, что начинаю узнаваться, я смотрю на Ринго и понимаю, что мы не супермены. А Ринго лучший барабанщик в мире. Ринго? Ринго даже не самый лучший барабанщик в Битлз. Джон безусловный и признанный всеми лидер группы. Он уже женился на своей подруге Синди Пауэлл и воспитывает сына Джулиана. Репортер Джон «Девушки какого типа вам нравится?» Моя жена. Репортер Харрисон «Джордж девушки какого типа нравится вам?» Жена Джона. У Ливерпульской четверки мгновенно создается репутация непредсказуемых, озорных и очень обаятельных ребят, для которых нет никаких авторитетов. В Соединенных Штатах должен был состояться прием Битлз в посольстве Великобритании. Представитель ее величества степенно приблизился к Леннану. «Привет, Джон!» «Привет, ответил Джон, но я не Джон, я Тед, а Джон вот он!» и показал на Маккартни. Дипломат развернулся к Полу. «Привет, Джон!» «Привет, но я не Джон, я Билл, а Джон это он!» сказал Пол и показал на Ринго Стара. Дипломат схватился за голову. «О, Боже!» И все это под прицелами телекамер. Пресса вдоволь поиздевалась над культом Питлз, высмеивая лежащий в основе его массовый психоз, феномен двадцатого века. Но разве не то же самое случалось и раньше? Не точно ли так же впрягались поклонники в карету Ференцеллиста и везли ее на себе до гостиницы с криками «Браво!»? Не так ли же аплодировала публика, стоя на стульях Францу Шубарту? Не так же сопровождались необузданными восторгами выступления Никола Паганини, «Дьявола Скрипача»? Бетломания не была уникальным событием в истории музыки, но она, несомненно, свидетельствовала о пришествии новых властителей дум и сердец. В чем же заключался магический секрет Битлз? Только ли в красивых мелодиях Маккартни и проникновенных текстах Ленона? В шестидесятые годы в мир снова пришла мечта. Мечта о том, что любовь победит, и не когда-нибудь после, а сейчас, в сию минуту. Ведь все, что ей нужно для победы, это твое открытое сердце. Приходи, дай мне свою руку, и мы вместе пойдем навстречу солнцу, навстречу любви. Невозможно познать непознаваемых, нельзя увидеть то, чего никто не показал. Ты никогда не окажешься там, где не должен быть, это просто. Все, что тебе надо, это любовь. Любовь. Музыку Битлз безошибочно узнавали в самых разных уголках планеты, даже в закрытом, могучем, железном занавесом СССР. Партийная печать клеймила попрыгунчиков-стукачей, но все запреты были бессильны. Чарующие песни слушали по ночам, писали на рентгеновскую пленку и бобинные магнитофоны, копировали в тетради и учили по ним английский. Я услышал Битлз и понял, зачем я живу на свете. Все, кроме Битлз, было насилием надо мной. Появившиеся в молодежной среде шутки Джон Ленин и Ринго Сталин. Ленон жил, Ленон жив, Ленон будет жить свидетельствовали о неразрешимом конфликте советской молодежи с идеологией КПСС. Находясь на вершине успеха, Битлз продолжали неустанно трудиться над собой. Их песни становились сложнее, а тексты серьезнее. Появились социальные темы о войне во Вьетнаме, о расовой дискриминации, о проблеме наркотиков. Джон настаивал, рок-музыка это разговор не только о любви мальчика к девочке, это отклик на проблемы, которые мучают общество. Настоящий певец не имеет права молчать, если видит несправедливость. Его долг заступиться за всех оскорбленных и униженных. Ребята реагировали на слова Джона с интересом, но целиком его мысли не разделяли. Пол, например, относился к политике в творчестве прохладно. Я люблю Джона и уважаю то, что он делает, хотя особого удовольствия не получаю. Но уже все Битлз видели, что Ленон, вечный бунтарь и романтик, незаметно превратился в настоящего философа, духовного лидера 60-х, идеи которого находят множество сторонников и, прежде всего, среди участников нового движения хиппи. Джон нашел себя и больше от себя не отступится. Мир это не то, что вы желаете. Это то, что вы делаете, то, чем вы являетесь и то, что вы отдаете. Объявите мир точно так же, как мы объявляем войну. Только так у нас будет мир. Материализм сильно переоценим. Богатство на 9-10-х нечестны, а это 9-10-х проблем. Выступая в театре принца Уэльского в присутствии королевы, Джон дерзко съязвил, те, кто сидят на дешевых местах, пусть хлопают в ладоши, остальные могут потрясти драгоценностями. Я не собираюсь менять способ видения или мироощущения, чтобы соответствовать чему-либо. Я всегда был странным, всегда и живу с этим. Неважно, какой длины мои волосы или какого цвета моя кожа, мужчина я или женщина, это все не имеет значения. Вам не нужен человек, который скажет, кто вы такой, просто будьте тем, кто вы есть. Действительность живет благодаря воображению. Я верю в фей, в мифы, в драконов. Все это существует, даже если находится лишь в вашем уме. Джон говорил так, как говорил и описанный Ричардом Бахом в иллюзиях мессия Дональд Шимода, который учил, что мир состоит из пустых иллюзий, которые ничего не выражают и ничего не представляют до тех пор, пока люди не наполняют их смыслом. Нельзя ходить по воде? А кто сказал, что нельзя? Попробуй, говорит Дональд ученику, и тот действительно идет по воде, как Христос. Какая по консистенции вода, жидкая или твердая, зависит от того, какой ты видишь ее, творишь, конструируешь в своем воображении. Ты волшебник, твердит мессия. Волшебник, запомни, хоп, и ты стал невидимым, хоп, и прошел сквозь дверь, утверждая, что ты чего-то не можешь, ты лишаешь себя всемогущества. Летом 67-го года, которое вошло в историю под названием «Лето любви», хиппи, «Дети цветов», так их назвали из-за привычки вплетать волосы цветы и раздавать букеты прохожим, собрались в районе Хейтэйшбери в Сан-Франциско. чтобы отметить праздник братства и равенства. Хиппи боготворили Джона и ловили каждое его слово, но становиться Христом с гитарой он совсем не хотел. Все стремления Джона были направлены на то, чтобы мессиями почувствовали себя все люди без исключения. «Я верю в Бога, но Бог живет внутри нас. Освободите свой разум, совершите революцию самих себе. Каждый человек богоподобен, каждый имеет абсолютную ценность, абсолютное право на жизнь, свободу и счастье, но вместе с тем и абсолютную ответственность за все, что происходит на нашей общей планете. Вождизм это зло. Вы можете обожествлять кого-то, надеяться, что за вас и для вас что-то сделают, но этого не будет. Хочешь спасать Перу? Отправляйся в Перу. Сейчас вполне реально сделать все, что угодно, но только не рассчитывай, что Картер, Рейган, Леннон, Боб Зилан придут и все сделают за тебя. Нет, свою работу ты должен выполнить сам. В 67-м году Битлз отправились в Индию учиться трансцедентальной медитации у Махариши и Махиш-йоги. Запад грезил в этот период о просветлении по древнеазиатским рецептам и Джордж, знакомый с музыкантом Рави Шанкаром и проводивший часы напролет за изучением мистических практик, уговорил друзей посетить одного из прославленных гуру. Эксперимент провалился. Джон быстро разоблачил очередного пророка, который поощрял, чтобы к нему обращались ваши святейшества, но который, как выяснилось, был подвержен самым обычным грехам. Джона бесконечно раздражало, когда поклонение Битлз приобретало откровенно неадекватные формы. Перед концертом выстраивались процессии из инвалидов, лилиевших надежду исцелиться от прикосновения звезд. Чертовы дикарские обычаи. В минуту горького разочарования, почему же христиане молятся не Богу, а ложным святым, сказал, кажется, Битлз популярнее Иисуса Христа. Поднялась буря. Пять радиостанций на юге Америки исключили песни группы из ротации. Пластинки и фотографии Битлз массово сжигались на кострах. Протесты прокатились по Мексике, Южной Африке, Испании. Ленону пришлось извиняться, доказывая, что он высказался не против христианства, а за. Джон был глубоко верующим человеком, если, по словам вера, понимать высшую духовность. Он видел полноту Божьего откровения не в какой-то одной из религий, и тем более не во вражде между ними, а в объединении всего лучшего, что есть в сакральных традициях разных народов, и полагался на свой собственный духовный поиск гораздо больше, чем на богословские книги. Иисус, Мохаммед, Будда и все остальные говорили правду, просто перевод до нас дошел не совсем верный. В любом случае, не волнуйтесь, Бог заботится о нас. Постепенно в Битлз назрел кризис. Отношения внутри группы никогда не были безоблачными. Конечно, ссоры случались, но это были ссоры между братьями. Леннон и Маккартни являлись яркими индивидуальностями. Харрисон тоже хотел проявить себя в творчестве. И только спокойный и не претендующий на особую роль Ринго Стар умудрялся всех помирить. К концу шестидесятых искрить стало слишком часто. Джон и Пол окончательно разошлись в понимании того, куда следует двигаться группе. Пола устраивало быть создателем красивых безидейных песен, приносивших огромную прибыль. Его сравнивали с Моцартом. Для Джона подобные пустота и тщеславие были неприемлемы. Ты что, действительно вообразил, что все современное искусство в долгу перед Битлз? Ты что, настолько безумен, Пол? Ты в это веришь? Как только ты перестанешь в это верить, ты проснешься. Мы же говорили, что мы часть движущей силы, но не она сама. Да, мы изменили мир, но постарайся продолжить это. Слезай со своего золотого диска и продолжай полет. Достичь прежнего взаимопонимания так и не удалось. Маккарт не заявил о выходе из группы. Битлз стали историей. Джон Джон тяжело переживал, но смирился с неизбежным. Тем более, что в его жизни уже появилась она, непредсказуемая, загадочная, ни на кого не похожая, единственная, любимая Йоко Оно. Их называли Ромео и Джульетта 70-х. Однажды Джон забежал в лондонскую галерею Индика, где были представлены авангардистские художественные произведения. Все внимательно посмотрел, поговорил с гостями и познакомился с автором инсталляции, милой японской художницей, которая показалась ему интересной собеседницей. Ну и все. Намерений продолжать общение у него не было. И вдруг он начал получать от нее трогательные весточки. Смотри на огни до рассвета. Дыши помни, танцуй, я облако, взгляни на меня в небе. И он понял, что это судьба. Они поженились в марте 69-го года в Гибралтаре, а спустя два месяца организовали в монреальской гостинице лежачую демонстрацию за мир, отвечая на вопросы журналистов в кровати. в белых пижамах. И пусть кто-то смеялся, но миллионы людей задумались над их призывом «Война кончится, если ты этого захочешь». На седьмой день акции Джон написал песню «Дайте миру шанс». Дальше были совместные выступления, антивоенные концерты, борьба за гражданские права, компания в защиту феминистки Анжелы Дэвис, борьба за смягчение режима в тюрьмах, помощь бедным. В Йоко Оно Джон нашел не только долгожданную вторую половинку, но и соратницу, разделявшую все его взгляды. Он стал спокойнее, мудрее и засиял тихим светом. Личное счастье оказалось важнее сценического успеха. Она учитель, а я ученик. Она научила меня всему, что я знаю. С Йоко я стал свободным. Для каждого мужчины движущая сила это женщина. Без женщины даже Наполеон был бы простым идиотом. Ее чувства к нему были также искренне и безусловны. Наконец-то я встретила того, кого полюбила по-настоящему. Он мой зеркальный образ в теле мужчины. С 1971 года Джон и Йоко поселились в Америке. Администрация Никсона рассматривала Ленона как внутреннего врага. Приближались очередные выборы и антивоенные песни могли обойтись правящей группировке в несколько сот тысяч потерянных голосов. Против певца было затеяно дело о депортации. Ему подбросили наркотики, угрожали уголовным процессом. Но Джон был неуязвим. С его влиянием на общественное мнение уже ничего нельзя было сделать. Когда Англия приняла участие в Африканской войне, Джон отослал свой орден обратно в Королевский дом в знак протеста. И знаменитый философ Бертран Рассел написал ему полное восхищение и благодарность письмо как ведущему европейскому интеллектуалу. Но при всем при этом Ленн оставался обычным человеком, которого прежде всего отличали отзывчивость, искренность и доброта. В прессе периодически мелькали слухи о том, что Битлз воссоединятся. Несмотря на все сложности, каждый в отдельности продолжал общаться с Ринго Старом. И если Ринго что-то придумывал, каждый ему помогал. Но общей дороги для них уже не было. Джон и Йоко писали песни вместе. Точно так же вместе со своей женой Линдой писал песни Пол Маккартни, Джордж Харрисон, обосновавшийся в Индии, удачно продвигал собственные проекты, став не только замечательным музыкантом, но и популяризатором восточной мудрости. Подождать может все, кроме поиска Бога и любви друг к другу. И, пожалуй, жизнь и духовные приключения Джорджа Харрисона заслуживают отдельного от Битлз рассказа. Через шесть лет после свадьбы Джона и Йоко родился Шон. Отец был на седьмом небе. Он не вылез из моего живота, но, Боже, я имею отношение к каждой крошке, которую он ест. Наблюдаю за тем, как он спит, и плавает он, как рыба. Шон, самая моя большая гордость. Леннон решил уйти из шоу-бизнеса, посвятив себя семейным радостям и заботам. Я могу быть один без Йоко, но тогда у меня просто не будет желания быть. Нет ни одной причины на земле, почему я должен быть один без нее. Нет ничего более важного, чем наши отношения. Ничего. И мы наслаждаемся тем, что мы вместе. Мы могли бы жить отдельно, но тогда для чего жить? Я не собираюсь жертвовать любовью ради бизнеса, потому что в конце концов мы окажемся с ней порознь. Я уже прошел через все это. И скажу вам, что нет ничего лучше, чем любить кого-то одного, кто любит вас. В одном интервью его спросили, представляете ли вы картину, когда мне 64? Джон улыбнулся. Нет, нет. И добавил, но я надеюсь, что мы будем с Йоко прекрасной старой парой, живущей где-нибудь на берегу Ирландии. Ирландии. В последние месяцы Йоко чувствовала какую-то опасность, но Джон, не обращая на это внимания, хранил безмятежность. В финале той повести Ричарда Баха иллюзия. Мессия Дональд Шимода выступает по радио с проповедью о том, что мы живем среди иллюзий и потому должны сами определять себя и свой мир. После чего на него обрушился шквал негодования. Делай то, что можешь. Мне надоели люди вроде вас, твердящие делай то, что можешь, делай то, что можешь. Из-за вас люди становятся совершенно необузданными. И через несколько часов Мессию убивают выстрелом из ружья. Тот, кто посигнул на порядок вещей, должен умереть. Джон никогда не читал книги Ричарда Баха, но как ее главный герой Дональд Шимода ничего не боялся. Когда умираешь, испытываешь такое чувство, будто в жаркий день ныряешь в глубокое озеро. Вначале шок от обжигающего холода, но боль длится лишь секунду, а затем ты принимаешь свой истинный вид и купаешься в настоящей реальности. Избавьтесь от страха. Смерти нет. Это просто как выйти из одного автомобиля и сесть в другой. Джон прекрасно отдавал себе отчет в том, что сделал на земле то, о чем мечтал, к чему был предназначен. И теперь любой, кто захочет, сможет в любой момент услышать его голос. Для чего мы здесь в этом мире любовь. Это все, что нам нужно, но она требует усилий. Мы должны заботиться о своем чувстве, лелеять его. Другой любви не бывает. И во всех случаях подниматься. Продолжение следует... Продолжение следует...